Всем доброго времени суток и сегодня у нас на обзоре набор инструментов от фирмы Stonefo Travel Tool Set. Вот такой коробочек у нас поставляется. Давай там откроем и посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас сама непосредственно коробочка с инструментом и такая брошюрка по тому, что у нас имеется в наличии. А у нас в наличии в коробочке имеются ножницы, расческа с участок даббинга, зажим пера, скручитель даббинговой петли, даббинговая игла и здесь мы видим бобинодержатель, продеватель монтажной нити и узловяз. И давайте поближе рассмотрим наш набор инструментов. Он находится в такой коробочке, компактный, аккуратный, удобный для транспортировки. Посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас располагается весь наш набор инструментов. Довольно-таки компактно, аккуратно и мы с вами сейчас его рассмотрим немного подробнее. И начнем мы с бобинодержателя. Бобинодержатель в такой классической компоновки. Удобно лежит в руке. Точно также у нас можно производить контроль монтажа нити пальцами. Но при этом еще у нас существует вот такой вот бегунок, который точно также регулирует натяжение монтажа нити. Можно сделать чуть посильнее, послабее. В руке лежит еще раз скажу. Достаточно удобно. Имеет такой небольшой вес приятный. Трубочка достаточно тонкая, будет удобно работать с мухами на малых крючках. В принципе, для начинающего замечательный бобинодержатель. В комплекте у нас идет продеватель монтажной нити. Такой вот инструмент. Ручка выполнена с таким прорезиненным участком для более удобного захвата. На конце у нас имеется петелька для захвата монтажа нити. И в принципе, очень быстро мы можем продевать монтажную нить. Без каких проблем. Цепляем монтажную нить и достаем ее через трубочку. Проблем нет. Ну, тот стоп опытный, я думаю, знает, что можно через такие трубки просто вдохом воздуха себя продевать монтажную нить. Далее мы рассмотрим скручиватель даббинга. Такой вот инструмент. Здесь у нас имеется такое колечко для удобства работы. Потом с даббинговой петлей. Усики для захвата монтажной нити. И непосредственно сам скручиватель. Который работает достаточно хорошо. Далее немало важный инструмент. Это расческа и вычесыватель даббинга. Такой двойной инструмент. С одной стороны расческой, другое такая вот липучка. Расческа нам полезна тогда, когда мы, допустим, вяжем ножку элкохерокарис и нам требуется пучок меха. Мы срезаем пучок меха. Естественно, у нас есть подшерсток в этом пучке. И вот эта расческа мы спокойно его вычесываем, убираем. Ну, а с обратной стороны у нас есть такая липучка. Она полезна, когда мы связали тело мушки и хотим его немного придать ему объем, расчесать его. Вот при помощи этой липучки мы это и делаем. Довольно-таки полезный и удобный инструмент. Далее рассмотрим узловяз. Узловяз здесь по типу Томпсона. Ручка выполнена в таком же стиле, как у продевателя монтажной нити. Имеется прорезиненный участок для крепкого захвата. По преимуществу данного типа узловяза, я думаю, вы знаете. Если не знаете, я могу рассказать подробнее. Пишите в комментариях по двум основным типам, которым пользуется у нас. Это по типу Томпсона, вот как этот, и по типу Моторелли. Каждый имеет свои преимущества и о них я могу рассказать отдельно. Удобный узловяз. Обратите внимание, здесь у нас на обратной стороне ручки есть отверстие для того, чтобы делать полуузлы. Тоже такое два в одном, как говорится. Далее у нас идет перодержатель. Обычный такой вот перодержатель. Также имеется колечко для удобства работы при работе с пером. И сам вот зажим пера. Ну, я думаю, здесь останавливаться долго мы не будем. Далее у нас идут ножнички. Ну, ножнички общего назначения такого. Достаточно крупные колечки. Удобно лежат в руке. И также не вызывают никаких претензий. Конечно, для более тонкой работы потребуются немного другие ножницы. Но, как говорится, для общего назначения, для начала, такие вполне сойдут. И у нас остался еще один инструмент. Это даббинговая игла. Ручка выполнена по тому же исполнению, что и узловязи, продеватель монтажной нити, прорезиненный участок. Игла достаточно тонкая. И это не будет у нас вызывать никаких проблем при разделении монтажной нити. Довольно-таки полезный и часто используемый инструмент. Итак, мы с вами пробежались быстренько по всем инструментам. И я думаю, что этот набор замечательно подойдет как для начинающего муховяза, так и для тех, кто любит брать инструменты с собой в поход на речку. Потому что коробочка достаточно компактная, удобная и не вызывает никаких проблем при транспортировке. Всем спасибо за внимание. Если у вас остались какие-то еще вопросы, задавайте. Я, конечно, с удовольствием отвечу. Возможно, что-то могу для вас снять еще отдельно. Спасибо за внимание. Всем пока.